Очередное издание марафона Дакар, который третий год подряд примет Саудовская Аравия, собрало почти рекордное количество участников за последнее десятилетие. Более четырех сотен. Еще полторы сотни экипажей пройдут испытания на прочность на исторических машинах. В новом зачете Дакар Классик. Другое важное нововведение. Отныне знаменитый рейд является одним из этапов FIA и FIM. Так что именно Дакар будет первой частью пятиэтапных чемпионатов 22-го года. Автомобильного и мотоциклетного соответственно. Дальше больше. Ауди выставит троицу гибридных внедорожников. Притом управлять двумя будут победители последних Дакаров. Стефан Петрансель и Карлос Сайнц. Им составят компанию именитый Герлен Шишери, который оседлает новый водородный внедорожник. Также на водороде поедет один из гоночных грузовиков. Тон всему путешествию задаст коротенький 19-километровый участок, что назначен аккуратно первый день Нового года. Ну а дальше колонны участников ждут 14 дней скитаний по Аравийским пустыням. Длина маршрута составит более 4000 километров. Разумеется, в почти полувековой истории марафона случались разнообразные скандалы. Но чтобы громкий инцидент омрачал предстартовый ажиотаж, ситуация не просто рядовая, а совершенно исключительная. Так, пока заводская команда МАЗ Спорт Авто, что полностью финансируется минским автозаводом, двигалась на погрузку во французский Марсель, с официального сайта гонки исчезли стартовые номера, предназначенные для МАЗовских экипажей. В самом Марселе коллектив отказались грузить на зафрахтованные организаторами для участников паром. И в итоге трио белорусских камеонов, а также автомобили-технички не смогли добраться до Саудовской Аравии. Официальные лица пока хранят молчание. Неофициально же обсуждается версия, что команду исключили из стартовых списков из-за санкций Евросоюза против некоторых граждан и юрлиц Белоруссии, под которые попадает и государственный МАЗ. Это телеканалу Автоплюс аккуратно подтвердили источники на Минском автозаводе. Похоже, в отсутствие белорусских конкурентов, грядущий ралли-рейд станет легкой прогулкой для российской команды КАМАЗ-Мастер. Тем более, что два грузовика синий-белой дружины — это представители новейшего поколения Ка-5. С одной стороны, новизна разработки может стать причиной детских болезней. Однако представители коллектива уверены, премьера будет яркой, так как Ка-5 должен оказаться быстрее своего предшественника. Редактор субтитров А.Семкин